В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Восьмое марта – это день взаимопонимания. Что это в нашем сюжете? Акимгород Амирам Смогулов поздравил карагандинок. Восьмимартовские фокусы. Полицейские города решили серьезно подойти к празднованию дня 8 марта. В целях оздоровления оперативной обстановки, предупреждения пресечения преступлений на улицах и в общественных местах в быту со стороны подучетных лиц с 4 по 7 марта 2014 года на территории Карагандинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Город без преступности». Помимо полицейских, к охране порядка было привлечено 110 человек общественности, в том числе 5 сотрудников частных охранных структур. Только за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия было задержано 26 лиц за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов. В том числе выявлено 14 фактов хранения наркотических веществ, изъято боеприпасов 3, холодного оружия 4. Например, 4 марта в городе Балхаше в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана безработная 37-летняя женщина, у которой изъят героин весом свыше 800 грамм. Возбуждено уголовное дело. А 5 марта у одного из домов в 12 микрорайоне был задержан 59-летний житель города, у которого обнаружены изъяты патроны в количестве трех штук калибра 5,45 мм. Выявлено административных правонарушений 1307, проверено подучетных лиц 1081, выявлено с их стороны административных правонарушений 47, нарушений ограничений, установленных судом 11. 8 марта обещает быть спокойным и безмятежным. Креативно решили отпраздновать 8 марта дорожные полицейские. Они решили проложить дорогу к сердцу женщин с помощью оперативно-профилактического мероприятия «День взаимопонимания». Мужчины-полицейские будут вручать женщинам-водителям цветы и с милой улыбкой напоминать о соблюдении правил дорожного движения. На вопрос, будут ли женщин штрафовать за их нарушения, полицейские с той же улыбкой не ответили. На сегодняшний день в Караганинской области более 40 тысяч женщин-водителей, и их с каждым днем становится больше. Хватит ли цветов для всех женщин-водителей или цветы будут вручать только нарушителям правил дорожного движения, как утешительный приз, неизвестно. Но 7 марта в специализированных центрах обслуживания населения, а также в регистрационно-экзаменационных подразделениях административной практики управления административной полицией области, у женщин ввелся прием документов вне очереди. Женщины хоть один день добыл ваш. В канун женского праздника указом президента страны больше 50 многодетных матерей в Карагандинской области наградили подвесками Алтыналка и Кумысалка. Аким области Баужан Абдишев поздравил женщин с весенним праздником 8 марта. На торжественном приеме у Акима области собрались 48 представительниц из всех городов и районов области. Баужан Абдишев подчеркнул, что сегодня нет такой сферы жизни, где не работали бы женщины. В настоящий момент в Карагандинской области проживает 719 тысяч женщин, а это больше половины всего населения. Причем 18 112 из них являются многодетными матерями. Конечно, все женщины заслуживают любви, уважения, почитания каждый день. Но 8 марта своя неповторима ура везде. И поэтому не случайно у нас остается одним из таких, тех больших праздников, которые не подвластны времени. По традиции, в канун женского праздника указом президента страны, многодетные матери награждаются подвесками Алты-Налка и Кумы-Салка. В нынешнем году их обладательницами от Карагандинской области стала 51 женщина, в том числе Гульжан Бакирова, Асем Киукеева, Галина Климовская и Зульфия Культасова. Эти награды они получили из рук главы региона. В тёплой, непринуждённой обстановке состоялась беседа Акима области с участницами приёма. Своим мнением по различным вопросам жизни общества поделились герой социалистического труда Нурбакыт Кабдыкаримова, председатель Совета матерей при областной ассамблее народа Казахстана Салема Нурмагамбетова и многие другие. Так будьте матерями великими, жёнами медленными и умными, дочерями, любящими своих родителей, а сёстрами самыми лучшими. Участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи Екатерина Айдова поблагодарила Акима Карагандинской области за ту поддержку, которую он оказывает спорту. В завершение Боржуан Абдиши вручил всем участникам встречи благодарственные письма. Акима области за их личный вклад в социально-экономическое развитие региона и активное участие в общественной жизни. С праздником, дорогие женщины! Николай Кровец, Кабиден Гуржбеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. В прекрасный весенний праздник 8 марта Аким города Караганды Мирам Смоголов поздравил карагандинок с Международным женским днём. В этот день все пожелания и комплименты звучали для самых красивых, милых дам. Сегодня за праздничным Дастарханом собрались женщины самых разных профессий. Все они в этот день были прекрасны. Для них звучали тёплые поздравления, оказанные знаки внимания. Бесспорно, женщины это заслужили. Именно в этот светлый праздник хочется говорить о них всё только хорошее. В Международный женский день Аким города Мирам Смоголов отрисовал милым дамам приятные тёплые поздравления. Какую структуру не посмотреть, везде работают женщины. Если говорить о городе, 484 тысячи населения, из них 273 тысячи женщины, это 54%. А если говорить о руководителе женщины, то в целом предприятии 27% женщины. Женщины не только хранительницы семейного очага, но и хранительницы устоев нашего государства. Они наравне с мужчинами принимают участие в общественно-политической жизни страны. Они сделали многое для процветания Казахстана. В числе приглашённых гостей была и директор кинотеатра Саржейлау Рымбала Омарбекова. В этом году, 8 марта, в городе, здесь мы встречаем год 80-летия города Карагады. И, конечно же, наверное, для нас всех этот праздник особый в 80-летии. Поэтому с юбилеем города, позвольте мне поздравить всех вас. Я желаю всем вам хорошего настроения. Давайте будем все улыбаться, радоваться жизни, радоваться солнцу. В прекрасный международный праздник была организована концертная программа с участием Народной артистки Республики Казахстан Розы Рымбаевой. Она поздравила всех присутствующих в зале с прекрасным праздником 8 марта и посвятила все свои песни милым женщинам. В этом зале сегодня собрались самые лучшие, самые любимые, самые успешные, самые уважаемые дамы города Караганды. Самые заслуженные люди. И для меня большая честь поздравлять вас, быть вместе с вами и петь для вас, дорогие наши дамы. Все присутствующие выразили благодарность Акиму города за такой теплый прием. В завершении встречи все гости сфотографировались на память. Гульнур Жакен, Габидян Курушпеков, Баксиар Успан, Первый Карагандинский. Мир держится на женщинах. Эта аксиома не требует доказательств, если знать, что наши милые женщины работают во всех сферах человеческой деятельности. От космоса до дефиле на подмостках мировой моды. Куляш Габитова отвечает в городе Караганде за электроэнергию. Она, как Прометей, дарит людям огонь электричества. ТО Караганды-Жарык оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии. Проводит оперативное обслуживание оборудования электрических сетей, эксплуатационно-ремонтное обслуживание оборудования электрических сетей. В составе компании организовано 15 районов электрических сетей, обслуживается 106 подстанций. Среди специалистов много женщин. На подстанции мы производим переключение на оборудование подстанции 110 и 10 кВт. Не первый год, согласно государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития, ТО Караганды-Жарык проводит работы по модернизации подстанций. На эти цели уже было израсходовано более 6 миллиардов тенге. Юго-Восточная подстанция тоже обновилась. После реконструкции наша подстанция преобразилась, созданы бытовые условия. Все электрооборудование 110 кВт и 10 кВт обновлены, то есть новое оборудование. И когда оборудование на подстанции работает исправно, тогда, я считаю, может с этой работой и женщины справятся. Куляж всю жизнь занималась электричеством. Была монтажницей электроприборов и вот уже 17 лет работает в карагандинских распределительных электросетях. Безаварийная подача электричества – это и ее заслуга. Если где-то, допустим, производится строительная работа, оборвали кабель, естественно, этот кабель, который мы питаем, это ТТП или ЦРП, он в апреле приходит и устраняет эти дефекты. А в принципе, после реконструкции таких частых аварий у нас не происходило. Что отличает женщину на работе? Наверное, высокое чувство ответственности за себя и за людей, которых она инструктирует. На подстанции ничего не делается без команды диспетчера. Любое действие оценивается с точки зрения безопасности. В нашей профессии самое главное – это уверенность во всех операциях, которые я произвожу. И самое главное – это безопасность. Я отвечаю за безопасное производство работы. Я допускаю бригады, которые отвечают за безопасность. Ко всему прочему, как и большинство женщин, куляж успевает и по хозяйству поработать, и за детьми присмотреть, и подготовить праздничный стол, и поздравить своих коллег. Женщины у нас электромонтеры подслуживания подстанции, которые проработали 40 с лишним, 20 с лишним лет. Вот, сейчас находятся на служебном отпуске, отдыхе. Всех поздравляю, желаю здоровья, счастья, благополучия в семье. И чтобы этот праздник всегда сопровождался только хорошими намерениями. В каждом доме было благо. И самое главное – здоровья, крепкого здоровья у наших женщин. Женщины существуют вне профессии. Их главная профессия – быть женщиной. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Начинающий карагандинский иллюзионист Константин Жуков продолжает удивлять многочисленную публику. Юный Копперфельд вызывает интерес своими фокусами не только у парней, но и девушек. Накануне праздника всех женщин 16-летний парень показал необычный номер и для жителей нашего города. Давайте, коснитесь моего пальца. Это просто. Можете убрать руку. Профессиональный иллюзионист Дэвид Копперфельд на протяжении многих лет показывает необычные манипуляции. А карагандинский мастер по фокусам Константин Жуков начал удивлять жителей нашего города уже семи лет. Над ним смеялись и шутили, говорили много неприятных вещей. Но он продолжает доказывать людям, что иллюзионистом может стать каждый. Первый фокус он не забудет надолго. Первый фокус был фокус со спичкой. Вот сюда крепишь спичку, показываешь, бам, она исчезает. Вот тут за пальцем остается. Показал родителям, они как бы удивились. Ну, кажется, это было специально, чтобы подыграть. А потом пошел в школу, показал мне, говорят, о, это очевидно, это все просто. Я как бы потерял тот жар, который сначала обрыл, как бы после неудавшегося фокуса. Желание удивлять публику у Константина не исчезло. Наоборот, стал придумывать новые фокусы. На это его вдохновил человек в маске, которого он однажды увидел по телевизору. И Дэвид Копперфильд – кумир для подражания многих начинающих иллюзионистов. Естественно, Дэвид Копперфильд, он как бы добился таких масштабов, которые даже многие артисты не добивались. Даже из музыки, из художества какого-то. Вот. Ну, а во-вторых, вот у нас в Казахстане есть хороший иллюзионист Игорь Афсич, я тоже как бы на него равняюсь. У него опыта больше, он как бы уже тоже ездил на всякие крупные мероприятия в Москву, на удиве меня, на конгресс фокусников. Фокусы бывают разные. Они могут вызывать улыбки и даже слезы. От номеров Константина Жукова рождаются только положительные эмоции. Специально для всех женщин нашего города молодой парень показал номер, который связан с 8 марта. Среди всех-всех карт у нас лишь единственная карта, на которой появилось сердце. Единственная карта. Ну, естественно, это пятерка Кристи, которую я отложу пока сюда. Но, как и у человека, у любого предмета любовь тоже тяжело удержать. И чтобы продемонстрировать это, я выберу вторую карту. Вот, шестерка Черви. И сейчас я просто возьму и передам любовь этой карте. Окажется, что ничего не произошло. И часто люди тоже не замечают, как любовь переходит от одного человека к другому. Но если присмотреться, то действительно здесь у нас уже пятерка Кристи, а любовь у нас уже у шестерки. Поэтому, дорогие дамы, любите и будьте любимыми. Спасибо. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Мужчины шахтерской столицы слишком мало знают песен о прекрасных созданиях человечества. Но, правда, не забывают дарить подарки и цветы в Международный женский день. Как будут поздравлять своих дам карагандинские джигиты, узнавал наш корреспондент Николай Кровец. В праздник всех женщин принято оказывать разные знаки внимания. Например, дарить цветы. Накануне 8 марта цены на них выросли быстро. Если неделю назад их стоимость составляла от 200 до 7 тысяч тенге, то за день до женского праздника красивые букеты рост, например, выросли до 15 тысяч. Но несмотря на финансовые трудности, которые сложились у нас в стране, цветы всё-таки покупают. Продавец Тюльпанов говорит, что торговля двигается. Но не сильно. Всё дорожает. Значит, и цветы дорожают. Наверное, и жизнь дорожает. Мужчины и парни берут, конечно, цветы, стараются внимания уделять. Что я могу сказать? Чем больше народу, тем больше и торговля идёт. Если она не идёт, то да, мы так стоим, ждём, зазываем людей. Карагандинцы покупают разные цветы, но больше всего берут тюльпаны. Их стоимость самая маленькая. Один цветок стоит 250 тенге. А вот одна красная роза выросла до одной тысячи. Возможно, что завтра, 8 марта, их цена увеличится до двух тысяч. Времена нынче тяжёлые. А с чем это связано? Видимо, с экономической ситуацией в стране. А сколько тюльпанов у вас стоит? 250 тенге. А почему так дёшево? Потому что свой цветок непривозной. Здесь выращенный, здесь непокупная луковица. В день 8 марта джигиты готовы дарить не только цветы, но и стараются оказывать разные знаки внимания. Мужчины ради женщин готовы даже исполнить любимую песню. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Ах, какая женщина, какая женщина мне такую. Сегодня в коллективе телеканала «Первого Карагандинского» в основном работают мужчины. Но они тоже не забыли поздравить своих дам, коллег с праздником. «Первый Карагандинский» солидарен с мужчинами из нашего города. И вместе с ними обращаются ко всем женщинам шахтёрской столицы. Жительница Караганды с праздником. Это самый такой душевный праздник, я считаю. Ну, все в благе, чтобы Караганда наша просто стала и женщины наши всегда веселые. Поздравляем женщин с 8 марта. Всем желаем хорошего счастья, многого хорошего в жизни. Я хочу пожелать всем женщинам Караганды здоровья, успехов, счастья, чтобы они оставались такими жизнерадостными, цветущими. И чтобы они нас, мужчин, радовали, не обижали. А мы постараемся, чтобы у них всё было хорошо. Николай Кровецк, Абиден Курушпеков, Бахтиар Успанов, «Первый Карагандинский». 8 марта – праздник весны, любви, красоты и, конечно, милых женщин. В этот светлый день все пожелания звучат только для прекрасной половины человечества. В канун 8 марта коллектив детского сада «Гаухар» организовал конкурс среди мам. На праздничной встрече молодые мамы показывали всё своё мастерство. Гостями были и наши журналисты. Весна радует нас не только хорошей погодой, но и прекрасным праздником – 8 марта. В Международный женский день все искренние пожелания, комплименты и прочие знаки внимания оказываются только милым дамам. Вот и в детском саду «Гаухар» решили устроить яркий праздник в честь весны и самой прекрасной половины человечества. В течение недели в дошкольном учреждении проходят различные конкурсы с участием маленьких воспитанников сада. Детишки посвятили поздравления мамам, бабушкам, выражали им безграничную благодарность, пели песни и танцевали. Воспитанники сада сделали свой подарок, организовав концертную программу. А теперь пришла очередь и мам посоревноваться. Я поздравляю всех наших женщин, нашего города, нашей республики с таким замечательным праздником. Мы желаем детский сад «Гаухар» всем крепкого здоровья, успехов, творческих успехов, гармонии, счастья, благополучия, мир и просветания нашему государству. Молодые мамы показывали свое мастерство в кулинарии, вышивании, вязании и не только. Юре предстояла нелегкая задача выбрать самую лучшую маму из всех участников. Сегодня у нас проходит такое мероприятие, ко дню 8 марта, организованное педагогами, воспитателями, методистами нашего садика. И хочется сказать им огромное спасибо за огромный вклад. Буквально недавно они получили у нас почетную грамоту Акима города. Я считаю, что они заслуженно его получили. Спасибо вам здоровьем, счастьем, благополучия их семьям. Пусть исполняются все ваши сокровенные желания. Международный женский день 8 марта считается для всех женщин, прелестных девочек, красивых девушек и добрых бабушек долгожданным праздником. И в этот день хочется пожелать всем много-много счастья и добра. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание.